В Санкт-Петербурге стартовал международный чемпионат по кровле. Это один из самых престижных профессиональных конкурсов. В город на Неве приехали десятки мастеров со всего мира. Команды соревнуются в укладке самых разных материалов, от металла до черепицы. Репортаж Александра Чиженка. Эти крыши приехали в Петербург издалека и впервые. Никогда прежде Россия еще не доводилась принимать одно из самых престижных профессиональных соревнований. Чемпионат мира среди кровельщиков. Международная федерация кровельщиков существует уже больше 60 лет, но Россия присоединилась к ней лишь 4 года назад. Право провести чемпионат мира, признание потенциала государства и его отношение к профессиональному образованию. Сборная России в третий раз принимает участие в этих соревнованиях. До сих пор мы не завоевывали призовых мест, но мы набрали опыт участия в соревнованиях, поскольку для нас это абсолютно нетрадиционное действие. И на общем фоне мы выглядим близко к верхней позиции. То есть кровельное мастерство, кровельное ремесло в России очень сильно. Участвовать в чемпионате могут только молодые мастера до 26 лет. Как у фигуристов, здесь есть обязательная и произвольная программа. Команды из 13 стран соревнуются в трех номинациях. Плоская кровля, металлическая с так называемым двойным фальцем и самая традиционная черепичная. За Россию здесь выступает команда из самого черепичного города страны, Калининграда. Владимир Никитин и Юрий Лавров делают то же, чем они занимаются уже несколько лет на работе. Под руководством наставника или, как его называют на чемпионате, ментора. Но степень его участия ограничена строгими правилами. Могу все, что считаю, нужно говорить, но ничего не могу делать руками. Хотя голландец делает. Голландский ментор за излишнюю активность уже получил предупреждение от судей. Хотя до дисквалификации дело не дошло. Его российский коллега строго придерживается регламента. Он считает, что честность заложена в самой сути профессии кровельщика. По большому счету проверить это трудно, что ребята делают. То есть там сплошные скрытые работы. Поэтому если кровельщик не может быть бессовестным, потому что тогда будет протечка. В укладке самого сложного вида черепицы – бобровый хвост – россияне опередили всех соперников. А вот на металлической крыше команда из Санкт-Петербурга поотстала, хотя им приходилось выполнять и более трудные работы на Эрмитаже и куполах питерских храмов. Не очень сложно, но они просто волнуются, поэтому делают ошибки. Волнение понятно, ведь в случае проигрыша шансов на реванш не будет. По правилам Международной Федерации принять участие в чемпионате мира можно лишь один раз в жизни. В выигрыше оказывается профессия. Появится больше мастеров. Ведь дефицит квалифицированных рабочих сейчас ощущается во всем мире. Александр Чижинок, Александр Плешкин, Северо-Западное бюро ТВ-центра, Санкт-Петербург.